В 2007 году в Уфе построили Конгресс-холл, который навсегда изменил облик города. Один из его авторов, уфимист Ришат Мулагильдин, уже много лет живет и работает в Японии. Мы прогулялись с ним по центру Уфы и задали вопросы об архитектуре города в 2020-м. Ришат, мы сейчас находимся возле Конгресс-хола, вашего детища, вашего ребенка. Расскажите, что чувствует архитектор, который полностью меняет облик города? Ну, я рад, что он пришелся ко двору, так скажем, да, и много здесь произошло, больших событий, что это здание может вместить не только самые крупные международные мероприятия, но и обычные, семейные какие-то, да. Я считаю, что мы европейская и евроазиатская столица, поэтому у нас должно появляться очень много всего, что вмещает в себя и восток, и запад, самое лучшее. А до этого нас воспринимали как какая-то некая провинция и Европа, и Азия. Это неправильно. Вы, во-первых, делали какой-то проект для Ватана или это уже отдельно сделали? У нас был проект 3 километра от одного моста до другого, и был просто проект развития южного склона. Не было там проекта планировки, детальных вещей. Вот. Если было детальное, мы там детально проработали. Но здесь я видел именно вот архитектор, который я когда-то увидел в Вене, в Австрии. К сожалению, не доделано. Между этими соснами и елями должны быть растения сезонного цветения. Сирень, рябина, береза, которые вот по сезонам, они дают другой окрас и даже дают другой запах. В том виде, в котором сейчас находится Ватан, вам нравится? Мне нравится, что он качает, что народ приходит, что народу не нравится. Но в том виде я понимаю, что это можно сделать лучше. Во-первых, что нужно сделать, во-первых, это банальные вещи. Сделать нормальные современные санузлы, которых нет. Вот куда человеку пойти, вот он 3 часа здесь сидит, а ему в туалет заходят. Ну вот по поводу, что должно здесь быть. У нас недавно в Уфе проходил конкурс среди молодых архитекторов. Как раз разрабатывали проект для Ватана. Этот проект победила команда из Уфы, студенты. Я сейчас покажу вам проект. Я его видел, мне надо бы показывать. Как вам? Ну нет, конечно нет. Второе место лучше, это питерцы. Да. У питерцев больше зелени. Наши все, то, что мы сделали, они закатали в бетон. Ну зачем здесь бетон? Вот набережная уже в бетоне. Там никого нет летом. Это жара и так далее. Это просто, я не знаю, может кто-то им заказал, чтобы они отработали, чтобы здесь кто-то заработал на бетоне на этом. Хватит уже бетоном заниматься. Мы пришли на набережную, и у нас ее принято ругать. Давайте, чтобы было более-менее честно. Скажите, что вам нравится, и что вам не нравится в нашей набережной? Мне не нравится то, что решение принималось без мнения общественности, жителей республики. Нам показали то, что есть, когда уже стройка заканчивала. Народ мог заходить. Такого не бывает. Ну вот даже сейчас, посмотрите, как в летний жаркий день здесь никого нет, так и в осенний никого нет. Она не является местом притяжения. Ну вот можете снять вот эти пустые площади. Здесь же могут быть различные шоу, там различные ярмарки. Я не знаю, что здесь, много чего, что может. У нас набережная сделана, но никто сюда не едет. Потому что народ злой. Он знает, что его деньги, блин, выкинули, своровали. И его еще заволакивают сюда, чтобы он еще сюда денег привез, еще отдал денег. Плюс здесь некомфортно. Летом, когда была жара, набережная была самым жарким местом вообще в городе, наверное. Потому что отражение этого бетона, нет спуска к воде. Набережная прежде всего вода, то есть ее хотя бы нужно потрогать. Лучше всего зайти по шиколотку в воду, максимум искупаться, покататься. Этого нет. О, смотрите, вот какой выход к реке. Выход к реке практически. Он формальный. То есть человек не должен бежать вниз по бетону, в грязь, потом по камням и так далее. Это должно быть продлиться. Почему? Ну что, денег не хватило? Следующей точкой нашей прогулки стала улица Октябрьской революции. Одна из немногих в Уфе, которая сохранила свою историческую застройку. Здесь мы поговорили об Уфимском Арбате и о сохранении объектов культурного наследия. Как вы относитесь к тому, что улицу Октябрьской революции хотят сделать пешеходной? Ну, только положительно. Надо просто посмотреть трафик транспортный. Что мы теряем, перегораживая эту улицу, превращая ее в пешеходную. Мы ее можем делать пешеходной, допустим, в субботу-воскресенье или пятницу-всубботу-воскресенье. Нужно смотреть. Я не знаком с трафиком. Если мы ее делаем пешеходной и ничего не теряем по трафику, это будет замечательно. Допустим, та же улица Гинза в Токио, она становится пешеходной только суббота-воскресенье в определенные часы. Допустим, с 9 утра до 9 вечера. Или до 6, до 8 вечера. То же самое можно сделать и здесь. Мне интересно, вот вы как современный архитектор, как вы относитесь к сохранению исторических зданий? Только положительно. Был в Казани, там видно просто больше денег и там как-то так все махом реставрируется. То есть очень много зданий отреставрированы, находятся в хорошем состоянии. Я думаю, этому опыту нужно поучиться, спросить, съездить, спросить, как вам так удалось. Но сконцентрироваться на том, чтобы сохранить то, что есть, я думаю, стоит отдельной части бюджета городского. На это нужно выделить, потому что это лицо города. Это инвестиционная привлекательность. Это для того, для чего люди будут приезжать сюда. Застройщик не хочет находиться в контакте с обществом. Ему проще заплатить чиновнику, пройти все инстанции, спокойно строить, чтобы он никому не мешал. У нас нет механизма общения с гражданским обществом. Вот только-только сейчас начинают понимать, что без тех людей, которые на этой земле живут, решать какие-то серьезные вопросы нельзя. Следующей точкой нашей прогулки стал Арт-квадрат, любимое место многих уфимцев. Решат оказался здесь впервые. Раньше видел его только на фотографиях. Вот таких вещей не было у нас в городе, и я двумя руками приветствую этот проект. Таких вещей должно быть больше. Вот мы с вами прошли по набережной и не встретили ни одного человека. А здесь мы видим, что есть жизнь, люди двигаются и перегуляют, встречаются. Я думаю, ближе к вечеру еще больше будет людей. Я как художник-архитектор, может быть, предложил здесь сделать некий экшен, допустим, каждый сезон, ну или хотя бы раз в год, какое-то сделать архитектурное, искусственное, ну какой-то перформанс, чтобы здесь молодые архитекторы, да любые, делали некие, допустим, архитектурные объекты, да, скульптуры архитектуры. Вот на этой площади, да. На этой площади, допустим, за пару дней, за пару-тройку дней они что-то выставляли, так же, как это есть и в Лондоне, да, которые мы могли бы потом найти свою жизнь уже в реальном объекте. Какой-то, ну, выплеск некой творческой энергии. В завершении прогулки архитектор отметил, что Уфе надо брать пример не с Казани и Москвы, а перенимать мировой уровень и участвовать в международных конкурсах. Вместе с этим не забывать прошлое и сохранять историю нашего города. Глеб Безбородов, Сергей Имаев, Руслан Габидуллин и Арина Киселева, телеканал ЮТВ.